Друзья, я вас приветствую! Сегодня я буду делать расклад чистку. Чистка достаточно мощная, серьезная. Связана она будет с такой темой, как замки, да, замок и ключ. Вот, собственно, все подготовила. В чем смысл чистки, да, в чем смысл вообще данной манипуляции. Я уже последние видео такие выпускала, да, это такие были шотцы, это была только информация на ту тему, да, почему не работает чистка. Я честно скажу, на самом деле все-таки причин, причин несколько, но сегодня мы будем, да, что я буду делать? Я буду вскрывать все, что находится под замками, да, под теми или иными закрепами, буду это все вычищать и закрывать свою работу под ключ. Ну, это если, да, совсем кратко. Вот, вы уже можете слышать, топится воск. Сейчас по мере, да, по ходу дела расскажу, да, все-таки смысл ритуала. Смотрите, я уже говорила, да, опять-таки и я говорила, и для многих, да, для вас тоже эта информация не секрет, что когда делают какой-то негатив, да, порча, это мягко сказано, то есть, как правило, да, это подмены судеб, это переклады, это, в общем, вся вот эта, да, нечисть. Еще также хочу сделать акцент на то, что чистка сегодня все-таки будет магическая, с применением вот такого ключа, да, это ключ-свеча. Будем работать с миром мертвых, ну, точнее, я буду работать, да, через мир мертвых. И, да, простите, немножечко такая спутанная речь. Почему именно я решила провести такой ритуал? Работаю с ключами, да, не первый день, не первую неделю. Ну, вот, еще раз помечу, ритуалы достаточно сильные, потому что, да, если грамотно вскрыть и прочистить, я уже говорила, результаты будут, симптомы будут. То есть, да, хотя бы самое банальное, это ваше плохое физическое состояние, потому что, да, почему именно будем работать, буду работать с замками? Потому что все вот эти поганые программы, их закрывают. Закрыть можно разными способами, да, могут что-то закопать на кладбище, могут, да, самый элементарный такой вот некий словесный замок поставить. Но, да, все-таки я здесь вас не учу никаким там, да, ни ритуалам, ни практикам. Мы будем вышибать клин клином. Я также, да, подготовила, ну, это вот такой ключ, мы через него будем делать отливочку. Три ключа, да, здесь уже такой, скажем, некий артефакт, это замочек, и это три ключа. Поэтому смотреть мы будем три варианта, я бы с удовольствием сделала четвертый, да, но в связке у нас было только три ключа. Каждый вариант я буду, да, своим необходимым ключиком открывать. Будем смотреть, что там, да, находится, что там не вычищено, будем вычищать и закрывать, да, вот эту чистку под ключ. Для чего это нужно? Чтобы, да, этот негатив не вернулся. Да, да, это относится, когда вот подделывают, да, свои работы. Ну, в основе, чтобы этот негатив, да, не вернулся, и плюс автоматом проставляется защита. Ну, самое основное сказала, да, теперь все-таки будем по ходу действия с вами работать. Так, ключик я уже зажигаю. У меня здесь, да, подготовлена земля. Да, это тоже очень символично, потому что будем работать через мир мертвых, да, поэтому земля у нас это очень знаково. Почему я обращаюсь к миру мертвых? Потому что связь наработанная, связь хорошая, да, это первый момент. Именно через нижние миры, через, да, часто через кладбище, через погост, закрывают как раз-таки, да, все вот эти свои чернокнижные работы. Поэтому, соответственно, помочь нам, да, внизы и смогут. Так, ключик я зажгла, мне не совсем удобно его, да, будет как-то вам в кадр поставить, но поэтому я вот так это дело отставляю. Так, и еще у меня есть чистящие свечи, но мы их будем зажигать чуть позже. Так, итак, три варианта. Посмотрим, что находится, да, есть ли у вас вот эти замки. То есть, как правило, да, еще почему не работает чистка, то есть, когда какая-то программа, да, вот очень часто закольцовки так делают, то есть, закрыто под замок, да, невозможно вскрыть. Еще существует такая тема, как, да, программа ловушка, то есть, при попытке человека, да, снять такую программу себя, да, почистить себя, то есть, при попытке мастера помочь такому человеку, срабатывает ловушка. Да, ребят, мастер, звездное небо, собака, действительно, вам этот ритуал зайдет, вам сама вселенная прислала помощника, ну вот, в лице меня, все-таки, да, по данному раскладику, по данному ритуалу чистки. Кому-то здесь мужчина, ребенок, князь. Так, здесь двоякий момент, у кого-то здесь гадит, конкретно гадит мужчина. Так, ну, сама смерть вышла, так, и второй момент здесь все-таки, ну, сейчас будем смотреть подробнее, да, вышла сама смерть, мир мертвых. Кстати, свечка у нас потухла. Поможет вам какой-то мужчина. Опять-таки, данный ритуал, что нам еще даст, это активизация, действительно, вашей защиты, защиты вашего рода и защиты мира мертвых. Ой, сейчас многие, конечно, напугаются, мир мертвых, что вы там такое несете? Ну, ребят, я не буду сейчас эти моменты разжевывать, кто меня давно смотрит, знает, и вообще, да, в теме экзотерики, тот понимает, что так страшен черт, как его молюют. Итак, давайте, ребят, смотреть по, так, по вариантам, все вам видно. Так, первый вариант, что у вас, да, под замком скрыто. Будем сразу смотреть несколько программ. И я даю такой запрос, минимально, да, я здесь буду вытягивать все-таки по три карты, вот, все, что я буду вытягивать, все это будет сниматься. То есть то, что вы не могли снять, либо вам не могли помочь, да, ну, может быть, нет сил, нет полномочий, нет доступа, да, в конце концов. Так, сегодня получится снять это сегодня. Так, второй вариант. Воск уже расслабился, уже пора приступать. Так, что у нас тут под замками здесь на вас уже вот так вышло. Так, и третий вариант. Что тут у вас под замками? Так, и будем рассматривать. Сейчас оставляем второй вариант, третий вариант. Так, первый вариант я вас благодарю. Начинаем с тебя. Так, и что мы делаем, да, у нас первый ключик, первый вариант. Мы открываем все замки, все, что под ними скрыто. И смотрим, и делаем чистку. Вот она, порча хрустальной туфелькой. Первый вариант, сразу вам скажу, да, вот, кстати, данная колода, да, вот эта вот красная, глазастая колода, она прекрасно помогает просмотреть именно магический деструктив, да, вот именно, именно то, что наведено осознанно, да, в первую очередь. Вот она самая, да, такая самая, так, показательная карта, это порча хрустальной туфелька. То есть это то, от чего действительно невозможно избавиться, да, по тем или иным причинам. Так, что здесь у вас, ребятушки мои, в основе? Здесь, ну вот прям, вы знаете, прям магия магии. Уж прям такой откровенной магии я не вижу, но здесь, здесь у вас затронут финансовый канал. То есть как это может проявляться? Вы здесь можете терять деньги, да, то есть каким образом, кстати, смотрите, я вам хочу показать, как работает ключ, видите, уже. Связь у нас очень такая нехилая создалась. Так, ребята, здесь все, что связано, да, с деньгами, с расходами, то есть здесь вы можете, здесь, кстати, действительно финансовый поток хороший. Деньги здесь вас любят, деньги знают к вам дорогу, вы умеете зарабатывать, да, здесь финансовый поток действительно, действительно хороший. Но здесь есть, ой, блях и муха, и вот она снова карма. Смотрите, по карме вам все-таки, вам должны идти хорошие деньги. Причем, когда я говорю хорошие деньги, то здесь, да, меня могут смотреть бизнесмены, люди, которым действительно принадлежит какое-то наследство. Но по каким-то причинам человек не может, да, первый вариант, получить это наследие. Что у нас? У нас здесь все, что связано с материальным. Так, во-первых, ребят, сразу вам скажу, здесь скрытая, здесь зеркальная магия. На первом варианте это однозначно, то есть как это проявляется, в общем, здесь потеря денег. И здесь конфликты, у вас происходят конфликты, тоже связанные за денег. Конфликты с людьми на почве денег, на почве финансов. Но здесь такая вот программа, я ее не могу, да, сформулировать, как вот она вот четко называется. Здесь еще по первому варианту, кстати, могут быть, ну, какие-то ситуации, связанные с судами, да, сфера судов. Обнулиться. Здесь обнулиться то, что, да, сегодняшний ритуал вам поможет. Вот здесь вот какое-то, здесь должно произойти обнуление канала. Сейчас, подождите, я попытаюсь разобраться, почему здесь не показывается. Жезлы. И здесь все-таки туз-пентакли перевернутый. Ребят, здесь вам какие-то деньги не приходят, либо деньги, либо наследство. Вам по праву принадлежат, вот, да, два варианта. Большие деньги, я не знаю, как хотите, клад. Ваш туз-пентакли, ну, вы не можете его получить. Почему? Так, ситуация тянется из прошлого. Здесь, смотрите, ребят, первый вариант меня, ну, действительно, да, может просмотреть. Дележка наследства, дележка наследства с неким мужчиной. Опять-таки, это может быть бизнес, да, может быть какой-то, я не знаю, офис, но нечто общее. Нечто общее. Здесь очень, кстати, попахивает, да, по карте всадник какой-то бизнес. Здесь идет дележка с каким-то мужчиной. И еще все-таки порча хрустальная туфелька. Ребят, здесь может, знаете, что проиграться? На вас ваш начальник херачит, потому что вы, ну, вы выгодный сотрудник, да, это мягко сказать. То есть вы не, либо вы не можете, короче, вы не можете выйти из каких-то токсичных отношений. Да, здесь что-то не может, знаете, сказать, что-то не может отжить своего. Что даст чистка? Здесь пойдут разрушения. Пойдут разрушения в той сфере, из которой вы не можете выйти. И я уже так смотрю, ну, вам не дают. Вам не дают. Вы в каких-то иллюзиях, в каких-то мечтах находитесь. Плюс здесь, конечно, воруют ваши мечты и планы. И здесь еще у нас девушка вышла, воительница, письмо, маска. Так, а здесь скрытый. Здесь либо скрытый контракт, либо скрытый. Ну, нет, это не совсем переклад. Излом судьбы. Так, начинается. Излом судьбы, сломанная защита. Это я спросила, что даст чисточка, да, что мы вскроем, что уберем. Во-первых, любые, да, любого вида подклады, либо то, что... Знаешь, что такое подклад? Подклад приносится, там подкладывается, прячется, да, и работает как подклад, который, да, вот это некая привязка с негативом. Очень часто на подклады, да, подселяют этих мертвяков. Но что даст по первому варианту ваша чистка? Здесь обнулятся подклады, подарки, да, вот это все ненайденное. Плюс вольтовая магия. И вот здесь тяжелые ноши, здесь тяжелые ноши. Здесь все-таки, ребят, здесь по карте письмо и маска. Здесь, знаете, очень похоже на вот как бы переброс. Да, да, это частично похоже на переклад вашу, да, вот вашу долю хорошую забрать, а все хреновое скинуть. По факту здесь и происходит. Здесь вот то же самое, да, и произошло. Здесь на вас скинули свои вот какие-то именно, ну, финансовые потери, да, безденежа, проблемы с деньгами. Здесь еще, кстати, защита хреновая у ваших, да, дурачков. А на вас, да, вот на вас вот эту, да, тяжелую ношу именно, ну, вот прям хочется сказать, какой-то девственный финансовый канал. Здесь прям у того, кто вам это все наваял, здесь прям совсем беда с деньгами. Вот прям совсем-совсем он не работает. Ну, потому что погос, кто б спорил. Подкладик принесен с погоста. И, собственно, что вскроет, я поняла, что вскроет, да, наш замок, наши всевозможные ключи. Сейчас еще буду делать отливку. Снесет нахрен вот эту вот защиту. То есть вы здесь однозначно, да, сейчас мы еще посмотрим, как это все сработает, однозначно продолжайте чистки, да, потому что я, скажем так, вот, ну, смогу, ну, я здесь по максимуму, да, смогу все это вычистить. Вот все, что вы здесь видите, да, все это начнет вычищаться. Плюс, ну, вот этот у нас вскроется стражник, который, да, за, ну, наблюдает за исполнением вот этой вот программы. Ну, опять-таки, так как работаю с порталами, все это мы будем отправлять обратненько. Обратненько, все. Вопросов больше нет. Так, первый вариант. Делаем отливку вам. Да, все. Здесь идет потеря денег. Здесь ресурс работает не на вас. Ну, вот это все дело мы и снимаем. Первый вариант. Все ваши финансовые трудности, проблемы, затыки. Разрываем. Все, отливочку мы сделали. Через ключ. Сейчас мы посмотрим. Ох, какая прям лапка сошла, лапка. Так, мы сейчас быстренько посмотрим, как, ребят. Для первого, да, это прошла отливка. Ну, отлично прошла у вас отливка. У вас идет освобождение от всего того, чего я сказала выше. Вот, пожалуйста, карта Скоробей. Прекрасная карта. Да, ребят, здесь вас постоянно что-то уводило. Ваш, да, возможно, какое-то, вы неверное решение принимали. То есть вы все время сходили с той тропы, да, с той дорожки, которая должна привести вас, понимаете, вот к этому Скоробею, к этим деньгам. Опять-таки, да, это также карта стабильности, это карта защиты, это карта, ну, денег, да, это, понятное дело, я это уже говорила. Это благосостояние в целом. Здесь, понимаете, даже душевное равновесие. То есть это вот когда классно по всем фронтам, во всех сферах жизни. И вот здесь, вот понимаете, как будто, а что же вас всегда от этого уводило? Вот, понимаете, ваши мечты, ваши планы, ваши, да, ваши манифесты. Тучи, ну, вы здесь, ребят, здесь вы сами себе, ну, сами себе не верили. Смотрите, часы на развилке, опять-таки, ну, по дьяволу вас уводили. Понимаете, вам это могли впаривать, внушать, ну, вот из разряда, да, мыслями. Блин, у тебя ничего не получится. Либо не надо там, не делай так, там, да, вот сделай вот так. Вот здесь много способов, понимаете, дьявол. Дьявол, он лукавый, он коварный, да, он, он, он соблазнитель. Ну, вот так вот воровали у вас, да, причем, смотрите, воровали ваш выбор. Ну, личная жизнь здесь, конечно, тоже, да, безусловно, затрагивается. Но здесь, ребята, речь про выбор. Вы делали неправильный выбор. И виноват в этом какой-то князь. Вот она, крыса. Причем вы с этим мужиком, я вам так скажу, это сигнификатор будет. Хух, сигнификатор. Сигнификатор, здесь произойдет конфликт. Здесь произойдет массовый конфликт. Массовый конфликт. Вы поймете, поймете, кто это. Здесь не один человек будет участвовать. Да, здесь действительно произойдет. Здесь вы поймете, что человек является не тем, кем, ну, кем, кем вы его считали. Кто этот князь, трава? Инициатива. Ну, этот вот, этот, собака. Ребят, это та тварь, которая предложила, ну, как бы, вас вот и закрыть, на вас и повоздействовать. Здесь магия есть. Этот человек вскроется. Вы поймете, кто это, ребят. Вот он, здесь дьявол перевернулся. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ливочка немножечко, кстати, правда, похожа на ключик такой, да? Вот он, крадник, посмотрите, какой нахрен нехилый. Так, все, я его разрываю, убираю. Так, собственно, что, по первому варианту я, наверное, все сказала, потому что хочу, чтобы он был кратенький. Так, отливочку мы сделали. Вот, прям водичкой намочила. И теперь мы свою работу закрываем. Все. Это у нас первый вариант, первый ключик. Не переживаем, не пугаемся, я знаю, что с ними делать. Это просто была работа с вами, моя хорошая. Ха-ха-ха. Закрыта работа, закрыта. Все, закрыта. Так, первый вариант. Я вас благодарю. И мы переходим ко второму варианту. Так, второй вариант. Я вас приветствую. С вашим ключиком, да, вскрываем. Ваши замки, печати. И смотрим, что у вас тут. Ох, ёбт. Прошу прощения. А у вас прям бинго. А у вас здесь скрыт. Сейчас, конечно, будем смотреть. Что тут за сущность? Ой, блядь. Ой, извините. Ребята, а здесь у вас что скрыто, да, и что даст чистка, что вообще все это даст? Ой, коротко. Черным по белому. Есть в вашем окружении поганый человек, кукловод, сущность. Человек двуликий, человек опасный, человек злой. Человек действительно... Я не повторяюсь, я не повторяюсь. Человек опасный. Человек, сущность и змея, вам сигнификатор, очень поганый на язык. То есть, да, это сквернословие, это мат, это истерики. Но человек поганый на язык. Человек, который злоупотребляет алкоголем, это однозначно. Человек, который занимается черной магией. Здесь вам сразу могу сказать, откат прилетит, если у этого персонажа есть ребенок, да, в прямом значении. Откат прилетит после, да, после ритуала по ребенку. Причем ребенок здесь, если мы сейчас будем рассматривать, хотя вообще как бы не такой расклад, да, я планировала делать леса, да, здесь речь про человека. Здесь созданная семья на приворотах. То есть семья создана искусственным магическим путем по привороту. Здесь ребенок, рожденный по привороту в браке. Это сам кукловод, всадник, мужчина. Это все из-за мужчины. Это женщина. Работает здесь по вам женщина, женщина, обладающая тайными знаниями. Женщина считает себя, да, позиционирует такой, может, кстати, считать себя, да, там, духовным наставником. Но, ребят, это иллюзия, это ширма. У этой наставницы нету личной жизни. Ну, точнее, блин, как вам сказать? Правда не знаю, но правда высветится. Блин, не могу вам больше сказать, пытаюсь и так, и так, и как бы речь не дай... Речь-то была даже не об этом. Что у вас здесь скрыто? Ребят, на вас откат. Отвод. Во-первых, на вас отвод – это раз. Во-вторых, у вас еще тоже приворот. Приворот вашей мудрости. Сейчас, подождите, кто меня тут смотрит. А, к вам какая-то тварь присосалась на ваше очищение, на ваши чистки. То есть, смотрите, что это такое. Тоже такая поганая программа. Это, как правило, делают родственники. Когда вы проводите чистки, вы проходите свою трансформацию, все, духовно открываетесь, пробуждаетесь, и такая мразь, но я не могу по-другому ее назвать, она как бы присасывается действительно к вашим чисткам, и получается, что вы, это самое ужасное, вы чистите себя, к примеру, свою семью. А параллельно, так как вот эта тварь присосана к вам, вы, получается, что как бы еще и ее очистите. Вот такая тема, да, она существует. Вот, не удивляйтесь, действительно, начинает этот телефон садиться, памяти мало. Поэтому вот такую херню я пресеку прям сразу. Но ее необходимо пресекать. Потому что какого хера? Мало того, что, да, мы от них чистимся, от их дерьма, так они еще и... Ну, потому что это вот, блядь, мрази. Что там на вас? Так, что-то вы здесь несете? Да, и здесь письмо, ребят. Что ж у всех одно и то же. Что за письмо? Контракт, что ли, какой-то? Ну, вот она, печать. Да, ребят, здесь мы, кстати, нехило вскроем печати. Так, цифра 7, сигнификат руководит. Это целый виточек. Целый цикл происходит. А что происходит? Чистки не помогают. Чистки вам не помогают. Ребят, смотрите, здесь... Ой, здесь такой момент. Здесь действительно вы можете чиститься. Это, опять-таки, да, это уже, ну, практикующий, знающий в теме, что, блин, кто-то всю жизнь этим занимается, да, и вот там только-только, и спустя 10, и спустя 15 лет, да, получается. Ребят, здесь не совсем работали ваши чистки. Но потому что вы служили отводом. Здесь кто-то просто вот это вот мразь. Действительно, здесь черная магия. Ну, я увижу, что это ваши родственники. Ну, давайте при вас посмотрим. Здесь просто присобачились к вашим чисткам. Цветы, да, радость жизни. Кстати, ребят, если вам кто-то дарил цветы, там, да, землю, букетики, вообще все, что связано с цветами, срочно нахрен выкидывать. Я знаю, о чем я говорю. На цветы, понимаете, то есть вот подкинуть вам цветочки, чтобы у вас все завяло, а у них выросло. Сейчас у нас там воск поспевает. Что даст чистка? Опять-таки, остуды. Здесь еще, ребята, остуды. Чистки здесь, здесь не совсем шли ваши чистки. Здесь еще, знаете, что? Здесь такое чувство, что вы чиститесь и могли получать откаты. Но это потому что такая хитрая херня. Я вот эту вот закольцовку сниму. Теперь можете продолжать чистки. Эти чистки будут работать исключительно на вас. Ну, если, да, вы этого заслуживаете. Что там у нас еще вскроется? Ну, еще, ребят, здесь мороки. Здесь у нас иллюзия, здесь иллюзия. Здесь что-то, здесь карта солнца. Здесь что-то у вас, ментал. Здесь бы почистить ментал. Да, работа. Здесь мужик какой-то еще. Здесь, смотрите, что даст чистка. Здесь конкретно какой-то еще мужик по вам работает. Ага, на безумие вам делать. Все, вот я теперь поняла, откуда вот эта вот иллюзия. То есть это паника, чувство страха, головные боли могут быть. Да, ребят, здесь еще почищу вашу головушку. Так, вот она порчена болезнь. Да, блок. Ребят, вот, смотрите, здесь еще... Точно, у меня что-то трещать начинает блокировать. Почему ваши чистки? Ну, ребят, потому что как только дочиститесь, у вас закончится трансформация ваша. Да, то есть произойдет переход. И слушайте, а как блокирует реально через цветы? То есть, ребят, вам здесь нельзя выходить из эмоций. Нельзя грустить, нельзя печалиться, нельзя плакать. Я понимаю, что это очень легко как бы звучит, но здесь ваши эмоции, то есть как только вы начинаете терять радость жизни, вы срабатываете, понимаете, как отвод. Блин, как бы вам еще это объяснить. Это ваша родственница. Это ваши родственники, ребят. Это кто-то, кто является, как я вам сказала, с родовой ветки. Вы их давно не видите, да, можете не видеться, не общаться, вообще не знать, что там. Но это оттуда веет, ребят. Борьба здесь. Здесь магическая войнушка. Здесь против вас херачит ваш, ну, тот, кто является родственником, да, вот по какой-то родовой ветке, по какой, да. То есть как привязка. Ну, вот, ребят, то есть присобачилась, падла, к вашим чисткам, к вашему вот эту пути. Ну, вот это вот то, что я сказала вначале. Поэтому здесь я это тоже буду убирать. Убирать все блоки, да, все вот эти привязки. Вот. Плюс, да, мы еще помним, автоматическая защита встает. И вот, теперь после вашей чистки откаты будут лететь не вам, а туда, ну, оттуда, откуда они приходят. Да, вы поняли. Так, продолжаем. Так, второй вариант. Ваша чисточка, да, вам все это. Все вот эти привязки, все эти присоски отсекаю и убираю. Кто там к вам из родственников, да, привязался, пусть он в своей дерьмо тянет, отсекаю вас. Все. Так. Ой, здесь, конечно, вообще разрушенное все вышло. Кстати, очень на жабу похоже. Прям реально, какая-то духовая лягушка. Вот так здесь вставлю воск. Так, ну что, быстренько смотрим. Пока еще воск застывает. Смотрите, вариант. Давайте поглянем, как для вас чисточка прошла. Да, здесь действительно очень так, очень тут немало вышло. Так, ребят, ну, чистка прошла бомбезно. Ой, и дом, и метла, и святая вода. Во-первых, ребят, у вас почистилась сфера дома, сфера уюта. Во-первых, все, что связано с домом, с семьей. Если ломалась техника, если, я не знаю, какое-то наваждение, возможно, были, блин, мухи, тараканы, пчелы, я не знаю, оса, да, вот это тоже был как сигнификатор пропадет. Могла просто быть какие-то, да, поломки в доме. То есть, да, тоже дом сигнифицировал, ну, всегда давал вам знаки, сигнифицировал, да, о том, что что-то происходит не так. Опять-таки, да, чистка сработает. Так, еще здесь какой момент, ребята. Могли быть подливы. Все, что связано с водой, да, то есть могли подливать, оставлять. Это тоже все сойдет. Далее, те, кто, да, возможно, какие-то там генеральные уборки проводил до того, когда, вот, вы смотрите данный ритуал. Это тоже очень классно сработало. Потому что, однозначно, вы здесь что-то, да, найдете, устраните. Если кто-то там, да, не убирался, ну, не было какой-то уборочки, пожалуйста, займитесь. Это тоже вам на пользу. Ну, ребят, здесь чистка прошла грандиозно. Опять-таки, карта дома – это сфера у нас еще бизнеса, работа, офиса, да, возможно, просто какое-то пространство. Но опять-таки еще, ребят, это голова, это ментал. Дом и солнце. Здесь ваш ментальный план четкой воды. Здесь, если вам не снились сны, либо они были какие-то, возможно, мутные, неясные, нечеткие, вы их тупо не помнили, вот эта сфера тоже сейчас, да, наладится. И вот, и здесь и солнце, и иллюзии, и замок. Ребят, здесь еще, знаете, что? От вас отвалится какая-то, вот, не обижайтесь, какая-то ненужная вам мечта. То есть то, вы могли очень долго какие-то мысли гонять, но это, ну, это не ваше. И вот после, да, начинается, да, после просмотра все-таки данного расклада, данной чистки, у вас вот эта вот, ну, какая-то мысль, да, какая-то ненужная все-таки, подтверждая вам идея, она отпадет. Она, понимаете, отнимает у вас просто вот тоже радость жизни. Но еще здесь какой момент? Здесь еще есть другая сторона. Вы, наоборот, еще можете, у вас есть какая-то идея, да, но вы не можете ее, не могли воплотить в жизнь по каким-то тем или иным причинам. Ребят, расклад общий, здесь два момента, и так, и так. Вот у нас даже здесь выходит и князь, понимаете, и воин. Так, что воин? Понятно. Воин у нас пошел в жопу, точно развил карлики. Да, здесь какой-то воин отпадает, кто помогал на вас нападать, а вот этот князь, это, походу, вы... Так, а здесь уже меня родовые смотрят. Вы, здесь вам поможет какой-то, ну, какой-то князь. Кто-то по-мужской. Вы ребенок какого-то князя, ну, здесь мужская ветка. И причем человек обладал знаниями, знаниями родовыми. Ну, здесь какой-то, блин, вообще, хочется сказать, старейшина был. Вот он здесь вам поможет. Да, здесь очень такая двоякая ситуация, но в любом случае тупик. Что бы там ни было, да, что бы у вас то ни было, вы сами были в тупиках, вот вы сейчас из него выйдете. Ну, здесь произойдет решение вашего вопроса. Опять-таки, мы начали с этого, и мы с этого закончили. Это какой-то поганый человек, одержимый, в первую очередь. Он у вас вылезет. Причем, в сущности дома, это либо сосед, либо начальник, либо какой-то коллега, ну, а может быть, какой-нибудь родственничек. Как он проявится у вас? Темница, блядь, да как? Закроют его. Больница, психушка, тюрьма, СИЗО. Не знаю. Деньги будут платиться большие. Это за привязки. Воздержание, смерть. Этому человеку, я вам так скажу, предназначена смерть. Но здесь постоянно откупались и делали отводы. Вот почему я с вас сняла вот эти отводы. Кстати, ребят, как еще на вас могло проиграться? У вас могли погибать растения, питомцы. И действительно, очень такое поганое, неприятное состояние. То есть, вот как будто бы ты умираешь. Ой, здесь прям какой-то как, прям, блядь, эмбрион. Фу, не хочу рассматривать. Не хочу рассматривать. Мы вот это убираем, ребята. Быстренько переходим к третьему варианту. Потому что не совсем удобно работать. Так, воск топится. Так, третий вариант. Нет, третий вариант. Чуть я не забыла со вторым. Представляете, как все. Закрываю работу. Все, второй ключик. А теперь третий вариант. Я вас приветствую. Он у меня, как правило, волшебный всегда. Открываем вас. И смотрим. Ой, а здесь меня смотрят, ребята, здесь целители. Здесь очень фартовые. Здесь прям счастливчики судьбы. Боже мой. Боже мой, ребята. Здесь ваш, вы, знаете, скажу такую фразу. Вы целованные, вот да, есть фраза, целованные самим Богом, а вы здесь целованные самой смертью. У вас сама смерть как бы любит, уважает, принимает и помогает. Божечки ты мой. Ребят, ну у вас здесь одна проблема. Проблема с алкоголем. Вам пить вообще нельзя. Вот прям категорически. У меня на этом сел телефон. Ребят, вам нельзя пить. А что у вас под замком? Вот она, говорю. Ребят, а вы уже здесь практически все вычистили, все уничтожили. Здесь сама смерть за вами. Здесь за вами мир мертвых. Здесь за вами весь ваш род. Третий вариант. Я... Рост, да? Я прям вас узнаю. Узнаю себе вас. Ребят, здесь вы уже работали. Здесь вы... Ребят, здесь вам только остается наблюдать за последствиями. Здесь вы вычищены. Здесь у вас уже происходит чистка от мира мертвых. Вас чистит ваш род. Смерть вас, погосная магия, кладбищенская магия, да, чёрная магия, на вас не работает этот раз. Вы исцелены. Вы исцелены от всего, что связано, ну, с миром мертвых, да, скажем так, в плохом аспекте. То есть на вас там мертвяка могут, да, какого-то насылать, там, да, переброс смерти. Не, ни хера. Знаете, что у вас под замком осталось? Здесь уже действительно, то есть вот унижение. Всё, что вы прошли, мать ваша, вот этот огромный путь, вот это остаётся, опять-таки, да, что ещё под замком? Ну, тоже программа была на то, чтобы вас, блин, унижали, оскорбляли, выгоняли, да, я не знаю, били, блядь, уничтожали, выгоняли. То есть, понимаете, вот это не то, чтобы там троллинг и буллинг, да, мягко. То есть, ну, здесь вот прям, я не могу это слово, да, сформулировать, блядь, какая-то жизнь в гонениях. То есть здесь очень, здесь очень тяжёлая судьба, очень тяжёлая. Ну, вам это по карме предназначалось, ребят, потому что вас, что было? Вас закрыли. У вас было очень серьёзное закрытие, причём закрытие здесь, я ещё могу сказать, здесь вас ещё могли закрыть в утробе матери. Вас очень сильно боятся. И закрыл вас второй вариант, да, видать, с третьим дружат. Закрыл вас, ну, вот, как бы, закрыл вас человек, человек одержимый, человек, который на вас смерть лепил. Сейчас он в бездействиях, он обнулён, он в тупиках, блядь. Ну, здесь, ребят, здесь вы чиститесь, вы здесь либо обращаетесь к мастерами, либо вы здесь сами мастера. Ну, здесь волшебные ребята, третий вариант, я свои знаю. Здесь была привязка к вам. Ой, блядь, как вас не оставляли в покое. Ребята, чего вам только не делали. Вот всё, блядь, плохое, что только существует, вам всё делали. Вам делали рассорки, вам делали одиночество, вам делали остуды на всё, вам делали, понимаете, у вас вообще, вы ни с кем даже общаться не могли. Ни друзей, ни подруг, здесь тотальное одиночество. Сила кольцо, ребята, потому что здесь люди силы. Здесь меня смотрит такой уровень, что, пожалуй, на этом моменте я не буду продолжать смотреть этот расклад, дабы не давать информацию тупорылым чайкам. Меня здесь услышали по третьему варианту. Сейчас я вам сделала отливочку, моя хорошая. Мы завершим вот это всё. Потому что я работала, да, с ключами, с замками индивидуальные делала, да, такие работы. Опять-таки, кто знает, тот знает. Поэтому, если что, если вы знаете, да, свою диагностику, свою проблему, обращайтесь. Так, какая-то женщина мне тут хочет написать из христианского Эгрегора. Алиса и привязка. Ну, пиши, пиши. Так, моя хорошая. Всё, садится телефон, заканчивается. Так, третий вариант. Я делаю отливочку вам. Все ваши гонения, все ваши страдания, мучения, закрытые под ключ, закопанные. Я снимаю, я вашу истинную судьбу возвращаю. Рады жизни вам дарю, возвращаю. Силу вашу возвращаю, потенциал, ресурс. Это будет так. Так, ну и третий вариантик вам тоже провела отливочку. Здесь целители, ребята, лечите руками, практикуйте. Ну, я понимаю, да, здесь, опять-таки, я ещё помечу, расклад всё-таки был магический, да. Если кто не в теме маги-экзотерики, не надо писать ереси, не надо писать глупости, да, не надо писать какие-то там, не знаю, как по-вашему, да, кажется, обидные комментарии. Всё равно не смотрю, не читаю, а вам прилетит. Поэтому, кто хотел быть, да, я не знаю, научиться, да, практиками, лечить руками, да, считывать энергии, ну, хоть вот, да, вот, хоть элементарно, представляете, да, энергетический шар, работайте. Это ваш вариант. Ребята, здесь к вам удача возвращается. Кому нужно исцеление, исцеление, да, кому нужно... Всем всё своё нужно. Кому нужны деньги, здесь придут деньги, ребят. Кому нужна защита, здесь придёт защита. Знаете, обращайтесь, обращайтесь к вашим защитникам, к вашим... А у меня садится телефон. Ребята, здесь вы... Здесь яснознание, ясновидение и интуиция. Здесь закрывали всё-таки ваш ещё, да, магический потенциал. Вашу энергию. Знаете, ещё на что наделали, на что сделано? Чтобы вас в своём доме не принимали, не видели, не считывали, чтобы вас гнали. Чтобы вас гнали, собственно, вот, понимаете, наказание. Здесь создавали вот такую вот, блядь, межродовую войну. Вы здесь могли часто переезжать с места на место. Здесь прям вот гонение из дома. Здесь пиздец ещё навертели, ребят. Здесь ещё раз, вы здесь столько выстрадали, но... Я даю откат. Ваше закрытие не работает. У вас сейчас идёт смена судьбы. Но я вам скажу сразу, чётко и один раз. Ваши полные изменения, прямо ощутимые изменения, произойдут тогда, когда ваша крыса не станет. В прямом смысле этого слова. Но в любом случае, чем смогла, я помогла. Третий вариант. Тоже свою работу закрываю. Ну, что я дальше буду делать с ключиками, вам знать не стоит, да? Так, ребят, и ещё. Свеча продолжает гореть, работать. Вот, ритуал я ещё, да, буду завершать. Вот, пожалуйста, ключики каждого. Ну, ребят, стандартно, если захотите поблагодарить за работу, да, потому что это всё-таки ритуал, данные я оставлю в закреплённом комментарии. Всё, всех в облак, до новых встреч. Если кому нужна личная диагностика, личная работа, пишите. Данные тоже все в закреплённом комментарии. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»